Преосвященные архипастыри, дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с праздником, с нашим благословенным белорусским праздником. Сегодня мы празднуем явление иконы Божьей Матери, именуемое Минске. 516 лет прошло с того времени, когда по промыслу Божьему на реке Вислач явилась икона Пресвятой Богородицы. Гонители церкви пытались надругаться над этой чудной и дивной иконой Пресвятой Богородицы с младенцем на руках. Но у Бога не бывает поругаемо имя Божие и святые и, конечно, Пресвятая Богородица. Господь сохранил этот дивный образ и принес его на нашу благословенную землю для того, чтобы явить особое благословение Божие на эту землю, на народ, почитающий Бога и Его Пречистую Матерь Деву Марию. Сегодня архипастори нашей Белорусской Церкви из разных мест прибыли сюда, в Кафедральный Собор, чтобы соборно все вместе прославить Бога и Пресвятую Деву Марию. И в этот праздничный день наша радость умножается с пришествием честной главы преподобного Силуана Афонского, где подвязался этот дивный угодник Божий на святой горе Афонской, которая является уделом Пресвятой Богородицы. Русь святая является уделом Пресвятой Богородицы, потому что народ чтит Пресвятую Деву Марию. А Афонская гора является особым местом, где Пресвятая Дева Мария является небесным покровителем, заступником и защитником всем, кто отдал свою жизнь на служение Богу, кто прославляет Бога в своих молитвах и святыми своими иноческими трудами. И вот сегодня мы собрались в этом Кафедральном Соборе для того, чтобы все вместе, полнотой Белорусской Православной Церкви, архипастыри и пастыри, вы, наши верующие люди, пришли в этот соборный храм для того, чтобы прославить Пресвятую Деву Марию. И, конечно, поблагодарить Бога за то, что Он продолжает посылать Своё небесное благословение на нашу землю, нашему народу. И мы можем свидетельствовать, что благодаря искренней вере нашего народа, искренней молитве нашего народа, архипастыри и пастыри, мир и благословение пребывает на нашей благословенной земле. Сегодня проповедник замечательно говорил о том, как начиналось почитание Пресвятой Богородицы и исполнение Её просьбы, обращенной к Своему Сыну и Господу во время брака в Канне Галилейской. И я бы немножко даже поправил нашего проповедника, который рассказывал о том, что в духовной жизни происходит всё наоборот, как он говорил. Я бы сказал немножко по-другому. В жизни духовной всё основано на любви, на божественной любви. А вот в нашей жизни всё происходит наоборот. Каждый думает только о себе, а уже потом об окружающем. А любовь божественная, любовь христианская, она жертвенная, имеет своё основание. Жертвенная, ведь Пресвятая Богородица не о себе молилась перед сыном и Господом в Канне Галилейской. Нет, у неё всё было. Она о людям подумала, кому они пришли в гости на брак в Канну Галилейскую. И вот если мы обратим внимание, и на что сегодня проповедник тоже обратил внимание, как молился преподобный Силуан Афонский. Не о себе он думал, глядя на мир и за пределы своей гелии, а помышлял о людях. Вот это очень важное качество подлинной христианской любви. Конечно, Господь слышит нашу молитву. Конечно, Господь может удовлетворить нашу просьбу и дать нам и здравие, и всё необходимое для жизни. Но для тех, кто в первую очередь помышляет о своих близких, Господь не только проявляет свою божественную любовь к тем, о ком идёт эта молитва, но и дарует особую благодать тому, кто, забывая о себе, пытается помочь близким. И вот Пресвятая Богородица не о себе молилась в Канне Галилейской, а о тех, кому не хватило вина. А преподобный Силуан Афонский не о себе молился в Келии, а о тех людях, которые трудятся в тяжёлых условиях и жизненных обстоятельствах, и, может быть, в сложных погодных условиях. Обратите внимание и на множество других святых, которые прославляет Церковь. А святитель Николай Чудотворец, а святитель Тихом, епископ Задонский, память которого мы сегодня празднуем. Они разве о себе помышляли? Они о людях думали, о людях молили. И Господь за эту жертвенную любовь к людям дарует и самим молящимся особый божественный дар и благодать. И вот таким даром, особым божественным даром, обладает Пресвятая Богородица Дева Мария. Она не о себе молилась, даже в дни своей жизни на земле. Конечно, о своём сыне, потому что она понимала, что это Господь, который сошёл на землю. Она молилась и о людях, и Господь даровал ей особую благодать. И вот она до сего дня и до скончания века будет слышать молитвы всех, кто чтит её божественного сына и Господа. Все, кто обращается к ней в своих молитвах, Господь дарует такую благодать и святым, которые не только о себе, а точнее сказать, не о себе, а в первую очередь об окружающих людях молятся. И Господь дарует им особую божественную благодать. И совершенно не случайно огромное количество людей прибывает сегодня в наш Кафедральный Собот для того, чтобы приложиться к честной главе преподобного Силуана Афонского. И спросить своим близким мир, здравие, благополучие и спасение. А потом уже о себе эти люди думают. Обратите внимание, вот сегодня в отдании праздник преображения Господня мы вспоминаем и святых апостолов, которые были со Христом на Паворской горе. О чем они помышляли, когда видели пророка Моисея и Илью, беседующими со Христом Спасителем? Когда они ощутили особую божественную благодать, смешедшую на эту гору. Разве они о себе помышляли? Совсем нет. Они говорили, Господи, как нам хорошо здесь быть с Тобою. Давай сделаем трекущим. Одну Моисею, другую Ильин и Тебе. О себе не помышляли. Вот это и есть настоящая подлинная христианская любовь. О себе человек не думает. Только молится о своих близких. Вот совершенно не случайно в память, когда мы празднуем иконы Пресвятой Богородицы или какое-то событие, связанное с ее жизнью, то мы вспоминаем ее пришествие из Назарета в Горний Иерусалим, когда она с отчаянием пришла к своей родственнице Елисавете и, отвечая на ее приветствие, произнесла чрезвычайно важные слова. Вот это чрезвычайно важное условие, о котором мы должны помышлять и знать должны. Хотите получить благодать Святого Духа и благословение Божие? Смиряйтесь. Стяжите этот драгоценный дар смирения. И тогда Господь, который презрел на Деву Марию, на ее смирение, если Он увидит и наше подлинное смирение, то и нам не пошлет свое бложественное благословение. Хотя сегодня, размышляя о смирении, многие люди, далекие от Церкви, считают это унижением человеческого достоинства. Но это совершенно не так. Смирение – это не смиренничество. Это не страх перед власть имущими или могущими людьми. Смирение – это не заискивание перед теми, у кого есть власть или сила, или могущество. Совсем нет. Смирение – это особый дар Божий в человеке. То есть человек разумно, осознанно понимает свое местное значение в жизни. Начинает понимать свое состояние и греховное состояние. Человек понимает, кто он есть на самом деле. Смиренный человек – это разумный человек. Это мудрый человек, который понимает положение человека и самого себя в этой жизни. И сопоставляя себя с Богом, Всевышним и Всесвятым, начинает понимать свое ничтожество по сравнению с Богом. А когда общается с людьми и увидит сильных или власть имущих, то он не сопротивляется с ними, а уступает свое место Богу. И говорит, Господи, я не достоин с ними что-либо сделать. Ты, Господи, защити меня и спаси. И Господь встает на место этого человека. И тогда совершается суд Божий. А он всегда бывает праведным. Смирение – это не слабость человеческого естества, а особое достоинство, за которое все человечество будет ублажать и ублажает Пресвятую Деву Марию. И она для нас является ярким примером для подражания. А преподобный Силуан Афонский, который подлинно стяжал благодать Святого Духа, осознавая свое состояние, свое положение, свою прежнюю поручную жизнь, но через покаяние и исправление и преображение внутреннего мира, стяжал благодать Святого Духа. И теперь он помогает всем, кто с верой и надеждой обращается ко Господу и просит Его заступничество. И мы, прикладываясь к Его честной главе, тоже просим Его молитвенного предстательства пред Богом, заступничество. И, конечно, обращаясь ко Пресвятой Богородице, мы неустанно продолжаем прославлять Ее Божественного Сына и Господа. И спрашиваем мир, благословение и спасение окружающим нас людям, своим близким, а потом подумаем о себе. А когда осознаем, что мы грешные и недостойные, то будем просить у Матери Божией, чтобы она, которая является Небесной Царицей и нашей заступницей, и спросила у Бога нам всем и каждому прощение, милость Божию и спасение душам наших. Аминь. Спасибо, Господи, Владыка.